Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Израильским спецслужбам удалось сорвать планы террориста, готовившего Сирию атак на территории страны. Операция по задержанию жителя города Калькилия на западном берегу реки Ордан прошла еще два месяца назад, но только сейчас ее разрешили к публикации. По данным израильских служб безопасности, Малек Юсуф Казмар был завербован в 2015 году в Северном Кипре, фактически контролируемом Турцией. Затем он побывал в самой Турции, откуда перебрался в Сирию. На территории Арабской Республики Палестинец прошел диверсионную подготовку. Как признался на допросах, сам Казмар, вернувшись домой, он планировал осуществить теракты по заданию группировки Хамас. Израиль хочет связать себя железной дорогой с арабскими странами. Министр транспорта и разведки еврейского государства Исраиль Казм представил сегодня проект экономической региональной инициативы. Согласно плану, составы будут следовать до границы Савердании и далее смогут продолжить путь в Саудовскую Аравию. Кстати, если с первой Иерусалим поддерживает дипломатические отношения, то с саудитами их нет. Еще одна инициатива Израиля Казм — строительство искусственного острова у берегов сектора газа в Средиземном море. Он должен быть соединен с палестинским анкламом-мостом. Согласно задумке, остров будет иметь морской порт и аэропорт. По мнению министра, осуществление этого проекта поможет обеспечить палестинцам экономическую и транспортную связь с миром, а Израилю — безопасность. Коротко о других важных мировых темах. Конфликт в Донбассе — это одна из национально-освободительных войн, в частности, 24-я война Украины с Россией. Свою трактовку и историю представил бывший украинский президент Виктор Ющенко. Лидер оранжевой революции считает, Киеву необходимо разорвать с Москвой дипломатические и торговые связи, а также пресекать общение граждан двух стран, запретить оказание услуг и перемещение капиталов. В Москве заявление Ющенко назвали словами обиженного. Нас признают, когда Европа развалится. Глава самопровозглашенной ДНР рисует тревожный сценарий в случае неудачи урегулирования конфликта в Донбассе путем переговоров. Александр Захарченко считает, что альтернативой мирному процессу в Минске может стать война, в которой Киев проиграет, а мигранты хлынут в Западную Европу. Захарченко рассказал, что минские соглашения были заключены для того, чтобы покончить с боевыми действиями. После этого следовало провести выборы в местные советы. Как вы думаете, кого выберут здесь местные советы? Людей вроде нас. А люди вроде нас объявят референдум, и мы на законных основаниях войдем в состав России. Признание со стороны Москвы зависит от политической ситуации. У Российской Федерации есть прямые интересы на этой территории. На данный момент условий нет, но когда Европа распадется, тогда нас признают. После выборов во Франции и Германии ситуация изменится. Афины призывают ЕС к проведению экстренного саммита по Греции. Премьер-министр Алексис Ципрос обратился к председателю Европейского совета Дональду Тузгу с просьбой предпринять чрезвычайные меры, если 7 апреля на заседании Еврогруппы не будет завершена вторая оценка греческих реформ, которая затягивается вот уже 4 месяца. Без нее Афины не могут получить очередные транши для обслуживания государственного долга. «Каждый день мы все ближе к соглашению. Вчера, как вы знаете, мы достигли важного прогресса. Переговоры продолжаются сегодня. И я надеюсь, что вы сможете достичь соглашения к пятнице. Я хочу подчеркнуть, что ответственность за достижение соглашения лежит на всех участниках процесса». Более 50 человек получили ранения, в том числе огнестрельные в Венесуэле. Полиция разгнала очередную акцию протеста. В демонстрации принимали участие более тысячи человек. Столкновения начались, когда протестующие вооружились булыжниками, а силовики применили слездачевый газ. Акции захлестнули в Венесуэлу после того, как подконтрольное президенту Мадуро правительство лишило полномочия и национальную ассамблею. Следите за развитием событий на РТВ и моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин